В жизни порой и так происходит, что случайность вовсе не случайность. Иногда они могут приносить настоящее богатство. После просмотра этого видео я рекомендую порыться в своих монетах. Ведь там может найтись дорогая, редкая монета, о которой вы даже и не подозреваете. Всем привет! И вы на канале Кладоискателя Поиск 63. Сегодня я вам расскажу историю о самой дорогой монете. Нет, не о тех, которые пестрят на просторах интернета. И не о тех, которые находятся в музеях. А расскажу о реальной находке Камрада, своего подписчика, который предоставил этот материал. Данный Камрад излил душу, что царские монеты у него не встречаются. А если встречаются, то очень-очень редко. Но насколько было мое удивление, что они там находят. Вот именно об этой находке, а в частности об одной, о которой будет идти речь. История не вымышлена. Все сказано и показано чистая правда. Было это в России в прошлом году. Камрады собрались на совместный ков. Но по семейным обстоятельствам, один не смог составить компанию. И разрешил походить по собственному огороду. И по задам. Из находок были советики. Золото партии. И это очень радовало. Но вдруг под катушкой дешевого прибора проблескнул сигнал. Камрад не уверенно, но решил копнуть. И насколько было и удивление, что появилось из земли. На черной земле появилось кругляшок желтого цвета. Но на этот раз не золото партии, как это было ранее. Камрад был новичок. И не сразу понял, что он нашел. В глубине души он надеялся, что это золото. И когда он приехал домой, первым делом попытался определить, что же за кругляшок ему попался. Ведь до этого ничего подобного он не находил. При долгом поиске он все же нашел на просторах интернета то, что именно попало ему в руки. Его глаза вылезли из орбит. И сердце стучало так, что чуть не выпрыгнуло из груди. А руки тряслись и сжимали в ладони маленький желтый кругляшок. Кругляшком оказалась древняя монета из чистого золота – статер. Период Чеканки – 30-31 год нашей эры. Центр Чекана – Пантикапий, древнегреческий город, основанный в конце 7 века нашей эры. Ныне город Керчь. Но как она оказалась в этой местности, на задах огорода история умалчивает. Ну да ладно, вернемся к нашей монете. Наша монета не простая, а золотая. Весом 7,88 грамм. От Чеканина в год управления Тиберия. Юлия Цезаря Августа. Согласно Библии, именно в его управлении был распят Иисус Христос. Эта монета очень ценится в нумизматическом мире. И цена свидетельствует тому. 165 600 долларов. В переводе на наши российские рубли – это 10 233 666 рублей. Все бы хорошо, но история с этой монетой не закончена. Наш счастливчик обращается к антиквару, чтобы подтвердить стоимость монет, ну и конечно же продать. Антиквар подтвердил и ужаснулся столь дорогой монете. Но предложить достойной цены не смог. Антиквар был барыгой. И не чист на руку. И жаба просто душила. Как так такие деньги мимо него проходят? Наш барыга сообщает об этом местным бандитам. Ну и началось, как в лихие 90-е. От греха подальше наш комрад на скорую руку избавляется от этой монеты. За монеты приехал не покупатель, а курьер. И эта дорогущая монета уходит за 500 тысяч рублей. Чувствуете разницу? 10 миллионов и 500 тысяч. Вот обрадовал курьер своего хозяина о сделанной покупке. Удачное вложение денег. Ну а наш комрад после этого случая перерыл свой огород, как кабан. Но увы, Тиберия больше нет. Но комрад не расстраивается. Ему больше всего нравится искать золото партии. Да-да, советские монеты. Ведь любовь к металлоискателю – это хобби для души, а не для наживы. Может повезет одному из миллионов, и тот разбогатеет. Один из миллионов оказался наш комрад из этой истории. Но разбогател ли он – вопрос. На этом история и заканчивается. Если вам понравился такой формат видео, ставим лайки и прислаем свои интересные истории. Самые интересные будут опубликованы. На этом и все. С вами был Александр, поиск 63. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok